Давненько я не выпускал видео из этой рубрики. Всё из-за того, что интересного материала не так много, но мне всё-таки удалось найти кое-что достойное. Это не совсем обычный выпуск для моего канала, но я решил немного поэкспериментировать. Обычно я рассказываю про истории, которые подаются как реалистичные, но конкретно это не пытается быть таковой, но менее интересной от этого не становится. Короче, сейчас сами всё поймёте. Вы на канале BTD, это рубрика интернет-фольклор. Заваривайте чай, мы начинаем. Эта история началась 25 ноября 2015 года. На дваче появился трет, создатель которого заявил, что он находится посреди заснешенной пересечённой местности. Вдали сквозь туман виднеются странные постройки клеенообразной формы. Рассказчик понятия не имел, где находится, и что примечательно, не знал даже, кем он является. Под рукой у него был прибор по функциям, напоминающий ноутбук, посредством которого аноним смог выйти в интернет. Также на нём отображалась вот эта карта. Помимо устройства, при нём было термобельё, шапка и сумка с водой и хлебцами. После отправки на двач, описания обстановки, прибор вывел сообщение, темпоральное схлопывание через один час. В переводе на «человеческий» это означает «периодическое схлопывание». Немного пошутив, двачеры предложили двигаться потустороннему путешественнику в сторону этой крепости. На подходе к ней двачер наткнулся на причудливые конструкции из арматуры и бетона, возвышающиеся на полдесятка метров ввысь. Но данная версия современного искусства не стала серьёзной преградой для путника. Как выяснилось, спустя некоторое время этой меткой являлась крепость с высокими башнями, о существовании которой, похоже, все забыли. Наслаждение атмосферой данного места прервало оповещение, что до темпорального схлопывания осталось всего лишь 10 минут. Не теряя времени, которое и так стремительно ускользало, как песок сквозь пальцы, Анон изучил занятый им форт. Оказалось, что земля внутри вся в каких-то углублениях, будто кто-то тыкал её колышком. И на этом моменте выскочило уведомление от неких ЦОРП, что темпоральное схлопывание произошло, и связь с Аноном обрывается до завтра, после чего связь с ним восстановится на час. Ну, это немного неожиданно. Спустя сутки, как было и обещано, потусторонний двачер дал о себе знать. Он сказал, что по его времени прошло меньше одной секунды. По его словам, в крепости побывали вандалы, стёкла выберет, двери вообще спиздили. На некотором расстоянии от Анона лежат подозрительные металлические сферы, которые выглядят недружелюбно. Так или иначе, Анон решил зайти внутрь через разбитые окна. Внутри было много шкафов с вертикальными прорезями, в которых были вставлены куски картона с напечатанными на них странными символами. Тем временем оказалось, что двачер родом из другого измерения. Получается, из какого-то третьего. Аноны перечислили названия стран, языков и событий из нашего мира, и вроде им даже удалось нащупать кое-что общее между мирами. Между тем, путешественник перечислил символы, которые изображены были на картонках. Вы сейчас видите их на экране. А вот этот символ был на его одежде. Также Анон рассказал, что знает рутально-кириллический язык, это русский. И рутально-режимный. Это какая-то разновидность старославянского, видимо. В процессе изучения здания он нашел записку, написанную на втором. В переводе она звучит так. Необходимо отложить редактирование алгоритма на время вдаль герморбитенной активности. Это невыговариваемая херобора. Я ее разоспятого произнес. Не имеет аналогов в русском языке, и двачер плохо знает ее смысл. Также в записке упоминается пространство Шейла и модули УЭО, которые оставлены в другом корпусе. Видимо, имеется в виду полномочный экономический оператор. А еще была приписка «Только камеры я и изъял». В соседнем корпусе были обнаружены емкости, вмонтированные в стены. В резервуарах двачер нашел причудливые устройства, которые, видимо, и являлись модулями УЭО. А еще в этом здании находилась закрытая гермодверь. Во время исследования комнаты на улице раздался тихий шорох. В связи с этими обстоятельствами, Анон решил максимально беспалевно осмотреть модули. И пришел к выводу, что они должны вставляться в его ноут. И... БИНГО! Эта штука оказалась потусторонней флешкой. На ней была вот эта вот картинка. К сожалению, она оказалась битой. Я попытался прочитать, что там написано, но не получилось. Друзья, я к вас. Ну и все. Видимо, что-то про газированный напиток. А при подключении модуля под названием ИСП один раз поломалась и карта, но ненадолго. Вскоре она снова стала доступной. Но на этот раз она показывала, что к северо-востоку от двачера находится какой-то гигантский комплекс. Во время изучения обновляющейся схемы, некто снаружи начал более активно давать о себе знать. Анон вставил в свой девайс другой модуль, после чего на карте появились вибрации, исходящие отсюда. Как оказалось, снаружи были какие-то субъекты, притворяющиеся людьми и издающие журчащие звуки. Но похоже, что это оказались дружелюбные инопланетяне. На руках у них вместо пальцев два длинных усика. Бошки вытянутые, будто сделаны из пластилина. Они рассказали им, что цитата, цорб отказался от покровительства над этим пространством. Шейла, оно называется пространство Шейлы. Из-за вышедших из-под контроля каких-то геномов. И при том, связано это совершенно не с ДНК. И отказался очень давно, а все эти оповещения это просто использование старых алгоритмов кем-то. Цитата закончена. Цорб это центр операторства рутальных пространств. Видимо имеются ввиду чуваки, которые управляют подконтрольными им измерениями. Короче, сознание двачера каким-то образом выпало в эту реальность. Заведующие всем этим добром, либо не смогли его вернуть обратно, либо решили использовать в качестве подобного кролика. Так или иначе, они дали ему какие-то задания. В любом случае, Анон попрощался и пошел дальше исследовать так называемое пространство Шейла. Параллельно с этим, один из двачеров сделал замечание, что рутения это одно из иностранных названий Руси. Наряду с Раша или Росция. То есть, мир двачера не так уж сильно отличается от нашего. Ибо он упоминал, что он родом из рутального конгломерата. То есть, паранормальной версии Российской Федерации. Тем временем, двачер переподключает флешку, которая выдала вот эту картинку. На второй раз она выдала вот эту фотку. Это изображение мира, в котором очутился наш странник. В этом здании он нашел записку, в которой описывалось местонахождение новых модулей. Но от чтения его отвлекло нечто громоздкое, выбравшееся из постройки, подначавшийся грохот. Подъехав к этим постройкам, по словам Анона, напоминающие трамплин, оно улетело. Находясь в ахуе от произошедшего, двачер нашел модуль, позволяющий отправлять на двач рисунки. Вот как выглядела эта громоздкая штука. А вот это автопортрет двачера. Блять, да это ж Фантомас! Гениальный преступник современности, сука, зовите комиссара жива! Ой, ставь лайк, если понял, о чем вообще речь. Тем временем, Фантомас, извините, я его только так и буду называть теперь, выбрел к аэродрому, на котором находилось два НЛО. А близ них был ангар, внутри которого были какие-то настроечные панели. Вот о чем речь. Немного отоспавшись, он включил все эти панели. Все вокруг ожило. На экранах начали появляться геометрические фигуры, которые переливались и сменяли друг друга. Во время сего деяния, взгляд Фантомаса зацепил этот прибор. По словам двачера, эта штука каким-то образом может манипулировать реальностью. Изучив принцип работы этого манипулятора, двачер пошел вот к этой цитадели и по пути встретил каких-то людей. Эти субъекты закрепили какую-то потустороннюю зенитку и пальнули из нее в сторону лагеря дружелюбных инопланетян, упомянутых ранее. И тут с двачом установила связь девушка, пребывавшая в пространстве Шейла, которая и оставила Фантомасу модули. Именно она была в той громыхающей хреновине. По ее словам, несколько людей, отколовшихся от Цорпа, решили колонизировать все пространства, а для этого нужно очистить их от местного населения. Сам Цорп, организация которой дали возможность экспериментировать над мирами, дал ему эту возможность операторий, еще одного государства в мире Фантомаса. Саму девушку, которая представилась Кайлой, закинула в этот мир случайно. Видимо, пространство Шейла это какой-то аналог Дзена из Халфы, или как он там назывался, Ксен? А конкретно, в данный момент, она перемещается между реальностями на корабле в нашу. После чего, ответив еще на пару вопросов, связь с ней оборвалась, из-за синхронизации миров. Через пару часов на связь вышел расхлопнувшийся Фантомас, вокруг которого начался, блять, Вьетнам. Чуваки с паранормальной артиллерией расстреливали вообще все, что движется, но Анона они не тронули. Поскольку он не местный, и как только он вышел с поднятыми руками, его отвели в цитадель. Как выяснилось, на два чара им, в принципе, похуй, но из-за пространства Шейла свалить нельзя, ибо приближается какая-то коллизия. Сами эти челики, отколовшиеся уже от группировки колонизаторов, хотят объединить свой мир и наш. А все остальные, в том числе и пространство Шейла, уничтожат, поскольку там живут унтерменьши. Блять, история все круче и круче. Сначала Фантомас, потом потусторонние нацисты, дальше кто? А, я понял, это, короче, Анонерба на максималках. Блять, блять. Короче, после того, как Анон покинул эту зондеркоманду, у него снова расширилась карта, и появилась эта картинка. А чуть позже, карта глюканула, а мироздание и вовсе зажило своей жизнью. Небо стало переливаться, будто бензин в луже. Снег приобрел синие оттенки, началось землетрясение, а повсюду появились новые постройки. Фантомас не придумал ничего лучше, чем спрятаться от происходящего в одном из домиков. Успокоившись, он решил отправиться по пунктиру хер знает куда. По пути его встретили ворота, перелезть их не получилось, поэтому он решил разъебать их своим манипулятором реальности. Войдя во вкус, решил поступить так же и с остальными преградами. В здании были бездонные дыры, из которых полезла темная жижа по приходе двачера. Но он с ней не контактировал, предпочел тактично съебаться, замарав лишь обувь. Но когда он дошел до этой реки, он обратил внимание, что жижа ползет за ним. Но и в этот раз ему удалось уйти от нее, построив мост своим манипулятором. С горем да пополам ему удалось дойти до пункта назначения. По его словам, эти пространственные завихрения появились из-за какой-то коллизии. Непонятно только между чем коллизия, или что под этим понимает двачер. В здании были панели, одна из которых отвечала за инициировать выпадение в корневую на локацию. Неизвестность, за что отвечает эта хрень, не остановила Анона, и он решил испытать свойства этой панели на себе. После пробуждения Анон понял, что оказался в нормальном пространстве Шейла, в котором не идет все по пизде. Правда, в ебенях, но зато в родных ебенях. В здании, в котором он очнулся, не было выхода, поэтому Фантомас, недолго думая, тихонько продырявил стену своим манипулятором. Снаружи шлялся какой-то сброд, большинство из которых даже на людей не были похожи. Вот чё это за говно? Это вообще какие-то старцы из рассказов Лавкрафта. А еще там шараюбился какой-то робот и осматривал эту кунсткамеру. Поняв, что это уже какой-то дурдом, Фантомас решил уходить оттуда вот сюда. В этом месте удалось кое-какое время поспать, но сон прервал какой-то мудак, ходящий снаружи и ломящийся внутрь. Это было странное существо, которое оказалось довольно легко обезглавить с помощью манипулятора. Выяснилось, что внутри него нет органов, а в башке какие-то скопления мерцающих фигур, которые подключены к проводам, идущие в другую локацию. Вслед за этим киборгом на поиски Опа приехал другой двухметровый робот, который по-русски начал говорить что-то стихами про фракталы, теплицу и город. Также он пообещал не проявлять агрессивность. Доверившись этому, Фантомас пошел к нему навстречу. Робот повел его на другую локацию, но выйдя за периметр карты, робот побрел в туман, как ни в чем не бывало, а Фантомас по сути встретился с невидимой стеной, после чего схлопнулся. А тем временем двачера встретились с Кайлой в реальной жизни, описали ее как девушку с красными волосами, в перчатках без пальцев и в круглых зеркальных очках. Посидели в кафешке, пообщались на заброшке, немного поколдовали, позанимались немного на турниках и разошлись. Но перед этим Кайла упомянула, что из Фантомаса хотят сделать мутанта, как сделали с другими, которых занесло в этот мир. Для заселения этими существами пространство Шейла, чтобы из него создали полноценный параллельный мир. И тут на связь вышел Фантомас, который превратился в какую-то хуйню. Он там уже все, ебнулся окончательно, пишет, что разум, как у человека, для лохов, рулит коллективное сознание. Двачер, встретившийся с Кайлой, написал, что вытащить Анону оттуда может устройство, похожее на стеклянный шарик, находящееся у какой-то шаркиной Анны, которая вообще не в курсах о происходящем, и поэтому получить его достаточно проблематично. Как я выяснил, она действительно не знает о происходящем, и это, по сути, просто левый человек. А сам Фантомас, видимо, превратился в какую-то жижу, ибо ноут, с которого он пишет, находится внутри него. Так или иначе, Двачер ничего не смогли сделать. От Опа поступили две картинки, видимо, показывающие его до и после трансформации. Уже после прощания, Двачер, встретивший Кайлу, выложил несколько фоток со встречи с ней. Вот тут запечатлена она. И на этом АРГ закончилась. Возможно, тот, кто не запутался, а внимательно следил за повествованием, с недоумением спросит, почему АРГ закончилась на середине. Но все дело в том, что Двачеры нашли страницу этой Анны Шаркиной, и проявив свою детективную натуру, через нее сдианонили создателей этой АРГ. Получилось немного неловко. Ну, зато хоть пообщались с организаторами, и поблагодарили друг друга за хорошо проведенное время. Также создатели поделились некоторыми инсайдами, кто захочет, может поставить на паузу и прочитать их. Но самое смешное, что АРГ зажило своей жизнью. Кто-то с компа девушки продолжил эту игру без ее ведома. В заключение скажу, что у ребят получился довольно интересный проект, за которым мне было любопытно наблюдать. Возможно, я пару деталей упустил или случайно исказил из-за огромного их количества. Но в любом случае, хочется сказать спасибо создателям этой истории. Вот как должен был выглядеть Backrooms. А не вот это вот ваше нагромождение из тысяч однообразных непроработанных уровней.